здравствуйте друзья нас всех приветствовать давайте поговорим немножечко мы сейчас с вами встречаемся на канале моем персональном канале майкл мере ну я возможно буду говорить о каких-то приняты я постараюсь быть корректным в плане того чтобы не дать повод властям учебы какие-то там санкции применять поскольку это не популярные новости конечно и мы сегодня говорим про вторую часть вторую часть 6 печати апокалипсиса первая часть на форме было несколько дней назад сейчас у нас часть 2 вот но я начнем вот чего поскольку скажем это моя программа то давайте поговорим на главном канале о людях которые родились в августе месяце сейчас у нас началось начало месяца у нас сегодня 3 августа 2021 года время 7 часов утра коробочек ради соответственно 15 часов это время московское ну и мы поговорим более подробно о предстоящих событиях другой раз мы сейчас общая характеристика людей которые родились в августе месяце в общем то как мы знаем ну и как нам в общем то постоянно там пишет в различных источниках лев львы вот за диагральный знак это лев но разумеется вот тот кто у нас львы вот они так сказать вот имеют такие качества все ну вообще-то говоря лев зодиакальный знак лев берет начало не скажем так вот как принято считать ну начало формально начал 21 июля что самое интересно что в полную силу лев входит за диагральный знак входит в полную силу только 28 июля поскольку одна неделя дается на разбежку утихания предыдущего знака это у нас и то же самое случится примерно 20 августа вот потому что 21 формально начался знак дева но еще неделька будет так сказать он постепенно убывает до нуля ну и вот уже полная начинается 28 примерно августа это уже у нас будет конкретно дева но вообще-то в принципе знак лев называет также знаком солнца почему потому что люди родившиеся в период то есть период с 21 июля по 20 августа и в переходный период даже под 28 августа они отмечены очень серьезными качественными солнечными качествами вот поэтому у нас заглавие есть такой момент который называется сурья еще раз друзья только с этого начинаю а потом мы перейдем уже в теме которая ну вот эта вторая часть ну и в том числе там был у нас вопрос зрителей вот мол неосветимость то что было объявлено по поводу поговорить я просто хочу показать и проиграть буквально мы не можем проиграть но на youtube нам не даст но вот я хочу показать вот такую картиночку вот видите сурья мантра то есть сегодня очень и очень важны в наше время в котором мы все находимся сейчас надо поговорим очень важны такие вещи которые называются молитвы салмы мантры почему ну потому что это своего рода кавача кавача это броня защита от каких-то неблагоприятных будем так говорить воздействий ну вот давайте послушаем пару буквально секунд иначе нас закроет 15 секунд можно ну наверно достаточно пока кому интересно посмотрите это мантра сурьи вот и это сурья это солнце раскрытие ну и как мы видим здесь кони есть это упряжка из семи коней он выседает на вот на этой повозке запряженную семью лучами или семью конями поэтому у нас есть какой класс у нас есть елена смирнова ведет его одна из наших преподавателей в миниверситете познания личности так и называется школа ее полосе в лучей но в нашем университете где она дает различные варианты годовой классы и так далее это очень важная вещь это давно известный это и ближе всем что угодно очень интересно и так давайте продолжим мы продолжим а кто эти люди которые родились которые родились именно конкретно в августе месяце то есть это люди солнечная поскольку любой солнечный человек он совершенно независимый и он наверху сидит видите вот восседает солнце выседает поэтому эти люди они всегда выше выше своих своего окружения выше толпы и независимо от того поприще на котором они работают независимо каких-то своих своего происхождения они достигают как правило самых серьезных ступенях социальной лестнице вот испытывают достаточно достаточно сильное влечение к другим сильным личностям ну и их отличает довольно щедро они любят делиться солнце солнце любит давать лучи любит греть обогревать и наше время такие люди они таким образом себя ведут и делится своими качествами вот независимый никакой диктат и вообще они не причиняются никогда никакому контролю очень целеупрямленные люди они добиваются очень серьезной силовой они добиваются успеха это все те люди которые родины в августе месяце ну вот до конца примерно до 21 конечно это самое сильное качество дальше они чуть чуть-чуть выгасают переходит другую но в общем то примерно до 28 августа они обладают такими качествами они влияют на окружающих очень серьезно их вдохновляют вот и вот интересно что наполеон бонапарт он родился 15 августа и он повел за собой очень много людей им рутинная работа не грозит то есть они постоянно где-то там двигаются моторные такие понимаете и они если их ограничить от чего-то если взять и куда-то стороночку оставить им очень не очень некомфортно и они попадают очень серьезное болезненное состояние если им не дать себя показать поэтому очень часто эти люди если они не понимают каждый своей натуры и если они находятся под влиянием какие-то обстоятельства каких-то таких социальных причин то они могут попасть в очень тяжелое внутреннее состояние которое может потом привести к тому что они вообще физическое на физическом плане им будет очень тяжело потом обратно вырваться вот в то же время поскольку огромное количество людей или они пытаются это делать то разумеется там не только друзья то есть чувствует их скажем конкуренты чувствует в них какую-то сильную угрозу даже подспудно потенциально но и ревность поэтому они могут создавать себе врагу они говорят правду матку как говорится в лицо вот и будут защищать обиженных и оскорбленных любой ценой будет они становиться на сторону туда ну а у нас как мы знаем сопротивление не любят поэтому бывает и просто убирают вот физическим образом бывают такие случаи да вот то есть у них есть одно качество которое очень хорошее качество наше время к сожалению это конечно не принимается по одной простой причине благородство человеческой натуры и вера в это благородство человеческой натуры которые есть у них она сегодня не принято сегодня к сожалению как мы знаем немного благородных людей в основном у нас сегодня в другом качестве себя видит вот поэтому у них много возможно то есть ожидание вера в того что как они себя чувствуют так и другой будет чувствовать по отношению к ним и по отношению к другим людям натыкается на такую вот преграду ну вот реалити нашего времени реальность нашего времени к сожалению это приводит к каким-то конфликтным ситуациям приводит к каким-то личным трагедиям возможно и какие-то страдания у таких людей возникают к сожалению да у них прекрасные организаторские способности вот таким людям еще раз повторюсь правда это не только людям августа уже есть специфика конечно же дня вот но в общем то как правило еще раз в общем и целом вот это люди такие то есть они берут у себя всю власть на себя но допустим им в то же время поскольку солнце как мы знаем может сжечь да может сжечь давайте я еще раз включу ну и они могут сжечь с жаром собой плане своей энергией которые этого могут не знать ну и надо с почтением относиться и понимать о том что к примеру солнце солнце которое на небе да существуют циклы определенные да и вот скажем утренние лучи это утреннее время это очень и очень благотворное время поэтому как мы знаем да вот есть инфракрасная есть ультрафиолетовый луч нам всегда говорили о том что ну не надо находиться примерно 12 часов до там пяти шести часов как нас учили когда мы приезжали на юга мы ездили да все подпускали ездить понимаете северных районов если на юг солнце вот ну понятно крым павказ так вот можно скорее правильно но в этом то действительно есть за одним моментом не знали мы когда и сейчас наверное не знают о том что вечерние то есть лучи лучами да понятно ты не сгореть что в шесть часов вечера пример трудно сгореть в шесть часов вечера если ты его под солнцем там лежишь на пляжу и греешь себе чему-нибудь но они неблагоприятны на тонком плане неблагоприятные лучи вечерние солнце неблагоприятные вот для каких-то там утренние то благоприятное этот на тонком плане но это сделать другой так значит что еще здоровье такие люди как правило они по здоровью они крепкие здоровья у них способность быстро восстанавливать силы то есть источник жизни солнце это источник да но сердце вот чем дело сердце поэтому стремление подняться стремление доминировать стремление быть лучше лучше и выше сильнее лозунг олимпийских игр и в то же время стремление помогать и защищать могут привести к тому что нету разновесия в этом нету гармонии в этом качестве в этом стремлении и тогда будут проблемы сердце короче говоря циркулярная циркулятор и системы это кровеносная система она может быть подвержена то есть это аритмия циркулярная циркулярная недостаточность короче сердечного сердца ну и в то же время это горят горят суставы то есть это ревматизм это общее восстановление с этим связанные ну и лекарства и врачи им по сути не нужны тем более я вчера разговаривал со своим приятелем он поживает в районе Нью-Йорка он говорит интересно смотреть на эту картину человек лежит или ходит по пляжу в масках из того чтобы дышать воздухом дышать солнцем нет он на себя на себе эти маски вот но об этом мы поговорим поговорим чуть позже но это реальность нашего времени можно не нужно это вопрос другой каждый решает этот вопрос как говорится сам да вот по финансам по финансам итак люди родившиеся в августе месяц по финансам они чаще удачливы в каких то финансовых делах чем неудачливы ну и в принципе бизнес который ну нормальный бизнес законный естественно бизнес он обеспечивает им успех в принципе финансовые перспективы у них достаточно благоприятные ну и они общаются с людьми притягиваются притягивается к таким же людям солнечным людям которые занимают какое то положение и это обеспечивает вот успех вот в то же время очень часто эти люди скажем диржевые отношения вот там где я вот люди они им благоприятно заняться диржевыми какими то энергиями да трейдинг и далее в то же время какие то солидные серьезные какие то капиталом им желательно бы заниматься какими то серьезными масштабными делами финансовыми проектами управлять людьми но не работать в одиночку вот не работать в одиночку что конкретно золото уметь кстати если вы уже кто то на маркете на бирже вот разработки какие то вот месторождений алмазных золотых ну это вот все импорт ну и какие то серьезные возможно правительстве и муниципальные какие то мероприятия по поводу браков союза но у людей которые вот родились в это время у них хорошее отношение с людьми которые родились по тем же знакам люба то есть в интервале с 21 июля по 20 августа ну и также есть второй период есть положительные есть отрицательные знаки но это не имеет значения это астрологические терминологии но второй период он длится с 21 ноября по 20 декабря то есть это стрелец ну и так далее это неважно вот ну и еще один есть период с 21 марта по 19 апреля это оба короче говоря тут идет три знака это огненные знаки это огненные знаки а именно это знак 2 это знак 3 это знак повода вот ну и в конце из этих перечисленных периодов есть еще день вхождения в полную силу и день выхода из полной силы то есть это еще около недели вот ну и так же благоприятные отношения с людьми которые родились с 21 им с 21 декабря по 19 апреля достаточно большие промежутки времени еще раз повторяю это в общем и целом да в общем и целом так ребята давайте мы теперь я уберу а нет я не буду убирать эту заставку я ее переключу поскольку мы сейчас будем говорить о каких-то вещах и сразу сразу вопрос значит был который последовал Майкл вы ничего не сказали про зомби ну я и сейчас не особенно буду говорить но дело в том что есть определенные прогнозы определенные прогнозы давайте я я сейчас давайте я сейчас вам дам так copy кто кому интересно английском языке правда но передать понятно я не буду да вот это копия этой ссылочки да ну и это написано зомби survival guide то есть выживание там в мире зомби будем так говорить здесь написано видите complete complete завершенная protection from the living dead living dead человек умер но в то же время он живет таких людей называют зомби вот что самое интересное да мы сейчас еще раз эта тема может быть и отдельно но она какая-то очень и очень мрачная переход такой из солнца да вот мир темных но плохо с ними там людей там хоронят но это и другие а конкретные зомби они чем-то аффекты или что-то на них воздействовало почему они восстают из мертвых вот это их зовут зомби то есть ну часто мы фильмы там такие знаете как это разрыв магии там разрывается оттуда вылазит мертвец в общем страшные какие-то вещи но дело в том что любой фильм любой фантастический научно-фантастический рассказ роман любой любая сказка она имеет под собой основание почему она сделана то есть это не сказка это не science fiction это не magic это реальные вещи описанные ну в таких жанрах реальные вещи просто нам они мы нас так воспитали да о том что ну мы отрицаем то чего мы не знаем не видим и это не принято где писать как и не принято говорить сегодня на таких каналах публичных каналах о каких-то вещах которые имеют место быть но они завуалированы ну по разным причинам короче говоря да и вот это survival guide или это учение да учение видите здесь есть ну если вы захотите перевести вы переведете ссылочка то у вас есть да вот здесь много много видится чего много чего ну опять же для определенных целей есть ссылки действительно есть ссылки их много если вы захотите вы найдете дело то не в этом если вы захотите вы найдете давайте чтобы не быть мрачным вот по этому зомби я лучше переключу на эту картинку дело в том что есть на земле есть определенные районы где это было где-то встречалось в реальном времени в реальном и это было и это видели и это невероятно это как кино но это было просто еще раз об этом писать не принято кто и почему об этом идет речь идет эта речь вот почему мы сейчас говорим о шестая печать апокалипсиса о которой мы начали говорить в самом начале но там немного было там было у нас организаторы там были какие-то другие вещи вот но у нас есть определенные даты и определенная программа наведенная на нас ну наведенная условно хотя такая она есть эта программа связана с определенными циклами причем что самое интересное то что происходит внутри цикла это частности а самое главное то что есть определенный цикл период времени когда что-то происходит и прежде чем перейти к лучшему мы должны пройти через худшую и как мы знаем вот это у нас сегодня проходит то есть связь какая не философски а вот связь конкретно о чем только что шла речь это к тому что человек под воздействием чего-то да чего мы знаем под воздействием первое болезни далее предохранение болезни в виде намольников да третье социальная как ее назвали дистанция полная чук вот не имеет никакого значения это все в принципе но тем не менее так оно принято да ну практика я имею ввиду предыдущие это показывало потому что были причины еще раз определены ну и сегодня то что нам требует всем вот категорически полное вот это вот спиливание вот причем это интересная штука что есть существует вообще-то говоря во всем мире определенные сроки для появления какого-то определенного лекарства вот тут не было никаких сроков тут было у нас конкретно конкретно значит создание чего-то которое нас будет всех спасать ну условно говоря так оно как бы и должно быть во время войны допустим да если бы не было пенициллина допустим антибиотика то были очень много людей бы умерло вот слава богу это было и было много спасено людей потому что если допустим будет какой-то серьезный воспалительный процесс то мы не обойдемся без своего рода антибиотика чтобы ликвидировать иначе это будет абсцесс ну и так далее мы знаем что будет поэтому что-то надо предпринимать вот и вот интересная вещь у нас несколько есть вариантов разные компании то есть по сути идея правильная да создать то вот борется средство против рака да мы знаем вот ну пока еще не придумали ничего с одной стороны верно с другой стороны у нас есть определенные методики лечения да и на определенных территориях в определенных странах мы должны соблюдать эти условия ну мы не будем не можем обсуждать правильно неправильно правоимерно или нет вот есть законы мы их обязаны соблюдать причина несоблюдения ну сочнее несоблюдение ведет в определенные последствия ну кто желает на себе это дело испытывает ну и соответственно реакцию получает короче говоря короче говоря несколько компаний которые начали это делать прививки вакцины да никаких компаний несколько ну русскую компанию вы знаете на сколько я знаю да но я знаю также несколько компаний которые делают это файл американские компании это файл это Johnson & Johnson есть компания астрадетта цельника и модерна вот и вот интересная вещь понимаете есть какие-то определенные аббревиации будущий допустим астрономеролога мне интересны коды мы сейчас об этом поговорим по поводу код но буквы допустим они тоже имеют значение почему потому что буквы можно трансформировать цифры поэтому скажем в нумерологии есть такое понятие число имени поэтому довольно важно имя человека вот приехал вот я допустим был там ну понятно меня родители не назвали мишей вот ну родители не так называют вопрос другой что 30 лет я майкл совершенно официально то есть я поменял свое имя но не то что я поменял но так получилось я тогда этим не занимался это просто официально поэтому меня можно называть родители там зовут близкие и так далее но меня мое имя вообще-то говоря майкл то есть другая смысловая нагрузка другие энергии поэтому я это говорю к чему есть допустим у нас в соединенных штатах есть штаб который зовется калифорния калифорния там есть одна буковка до которая выходит за то есть она произойдет по английски произносит так и так допустим кет она пишет через букву си через букву си пишется а допустим а допустим моей фамилия моя фамилия меликов то произносится по близким через кей да кей но не важно через кей буква к тоже тоже как до кер и там и там так вот кали первые четыре буквы мы берем к кали али а дальше идет форме так вот первые четыре буквы кали это кальюга который у нас только она через букву к калифорния пишется через букву си но очень похоже это смысловая нагрузка поэтому кали юга всегда она заканчивается разрушением это гибель порученными словами это гибель может быть физическая что в общем-то не имеет особого значения почему потому что человек хи из гам ши из гам панельские выражения гам ушел и теперь мы это применяем но обычное слово умер умер понятно да но ведь по-разному же можно называть вот этот период ухода то есть если он ушел гам когда он должен прийти по идее ну вышел человек папа дома папа нет ну как вы воспримите эту фразу папа дома те папа дома папа в квартире в доме или или дом это что дом очаг там шикохавер известный там роман да который был поставлен по нему фильм да наш дом наш дом дом это что земля это наш дом вот жизнь наша понимаете поэтому тут по-разному я к чему рассказываю я рассказываю о том что в одной из компаний производящих вот эти бацинки есть три буковки ар и м эй модерна а в английский есть тнк по русски да перегорется к дизоб серебря не а есть а рынка это просто так вот по-английски это звучит dna и ар-эн-эй ар-эн-эй то есть идет и модерна ну возможно так и назвали я не знаю компания по какому но дело в том что путем ведь смотрите у нас идет и у нас есть курс орги векторная которая называется называется но в общем то модификация там днк там переконструирование но не имеет значения то есть мы родились определенной конструкции вот и мы собственно говоря функционируем благодаря этой конструкции вот так вот мы все такие а все до единого но мы можем теоретически себя перестроить просто путем деградации мы дошли до того степени что мы не воспринимаем очень многие вещи и поэтому огромное количество противостояний воин так далее то есть наука это одно а наука допустим вышла откуда как говорит олег пивовара из храмов да а человек не верит в это дело вообще ну вообще он не верит в храм человек не верит бога он верит в науку но если она вышла из храма так и 100 где находится духовности наверное но коррелигия всегда были и поэтому это же просто нонсенс полнейший то есть человек потому что он не знает его так не научили его учили в определенном образе он отметает все что вокруг этого то есть речь идет о грубом плане физическом и речь идет о тонком плане так вот что происходит путем воздействия на организм определенных факторов но вот мы видим солнце вот сейчас да вот на так вот это же это же потрясающая вещь солнце понимаете это солнечные лучи это же не загар и сидеть это самое до черного цвета тебя доводить и там дымится одни угли она лежит на пляжу я не знаю кому это красиво но это это вы перестраиваете мы перестраиваем этим самым воздействием на то что создана природой понимаете его здесь вот такие вещи могут привести к каким-то эффектам которые не изучены так вот есть прогнозы есть прогнозы есть прогнозы но можно называть это прогнозы и предсказания в котором очень и очень серьезные вещи предсказывают пути но эта программа еще раз говорю эта программа почему потому что есть программа она записана все идет по программе записанную уже есть сценарий мы все участники пьесы все до единого участники пьесы которые кто-то играет определенную роль кто-то из кукла воды дергать за ниточки кто-то наблюдатели это статисты где-то там массовка есть зрители которые за всем этим наблюдают вот и вот эти вот процессы которые сегодня происходят соответственно соответственно возникает моменты которые е ну частности зомби то что появляется я хочу показать вам вот здесь ссылочку пожалуйста ссылочку официальное письмо ну кто читает по английски тот прочитает ссылка есть здесь не видно возможно вот здесь написано о том что ну самая-самая серьезная очень серьезное письмо когда-либо какое-то было написано написано это письмо мишелон де нострадамусом королю генриху четвертому ну тому самому где он предсказывает что будет происходить вот прочитайте прочитайте так ну и давайте сейчас пока временно уберу я хочу потом сейчас убрать здесь а ну вот давайте все же я могу показать кто будет смотреть тут сумеет это прочитать что она по будет некоторое время на экране да вот ссылочки видны ну вот значит давайте первые три ссылки это наши это кто-то спросил поэтому я хочу дать здесь эти ссылки да кому это интересно кто еще не подсоединен а вот это вот у нас эмейл это кто-то задавал вопрос по поводу финансовых дел поскольку тут все связано у нас и это тоже тут финансовый момент это это эмейл который отлично от эмейл центра сангейс это эмейл чисто по бирже по финансовым делам вот значит давайте мы тогда пойдем дальше вот и продолжим то что было у нас просто раз а ну вот значит давайте пару слов буквально скажем то есть у нас есть определенные даты эти даты связаны с той самой программой которая уже там сверху есть значит мы говорим о формальном астрономическом и астрологическом астрономическом событии а именно 2163 год до которого осталось там как мы знаем 100 там 40 лет вот это формальный переход из одной поры в другую пору то есть мы идем в обратном порядке то есть мы искали юги возвращаемся два пара юга в третью и потом придем сать юга вообще саму пару так вот путем воздействия на наши какие-то генетические там днк а рнк допустим мы меняем генетическую природу нас дело в том что дети которые рождается сейчас меня не меня и они уже нормально они себя сами защищают потому что рождается новое поколение старое поколение будет уходить не потому что она будет уходить многие будут уходить нормальным естественный путем путем старения и умирания да это мы знаем изумена тела короче говоря будет происходить но вот этот аппарат и то что вот здесь находится сверх душа они должны оставаться на том уровне иначе мы родимся все в определенном значит в определенном месте которая не соответствует тому чего нам хотелось бы быть ну есть места которые нам не нужно быть там то есть мы должны быть чтобы эволюционно развиваться там не будет таких возможностей как есть здесь у нас вот поэтому нам надо быть в определенном ума настроение чтобы не уйти в те места в следующий раз но эти эти времена придут и очень многие будут воздействовать так вот что нас содержится в этом письме в этом письме содержится нострозамус о том что он предсказывает что 5 миллиардов 5 близко кстати потому что вот два наших преподавателя говорили цифры совпадали кстати а то что мы беседовали с ольгой вот цифра называлась четыре с половиной четыре миллиарда до четырех с половиной миллиардов но 5 миллиардов туда-сюда сколько людей официально после вот этого эпидемии ушло поэтому чё там за один полтора года а тут впереди еще 140 представляете да чё может быть короче говоря если мы хотим еще раз повторяю не уйти просто вот скажите это не важно а чтобы 140 лет это означает что только те даже те кто родились сегодня третьего августа ну вряд ли доживут до вот этого 140 летнего периода то есть возможно но вряд ли то есть это надо разделить еще на два поколения а если люди старшего поколения ну сколько там ну 20-30 лет 40 лет допустим им дай бог но ведь это же все равно впереди еще потом еще сто лет то есть все равно пройдет еще следующий цикл у нас не так много времени ребята для того чтобы понять вообще о чем идет речь и прийти в эту пору ну так сказать во все оружие да здорово поэтому вот есть есть очень серьезные моменты и так значит мы приходим к вот сейчас у нас что август месяц в общем то скажем в этот период времени я я лично я не вижу и по кодам нет но есть какие-то даты вот я портал непонятно какой портал можно его как угодно называть 8 8 я не знаю откуда это все это это не те даты короче говоря которые могли бы быть достаточно серьезными даты все связаны должны быть связаны с кодами определенными занимаете и здесь есть люди которые я руководят пример они имеют определенные коды числа числа числовые коды да вот значит скажем очень такой интересный факт и достаточно серьезный факт достаточно серьезный факт при всей неоднозначности этой личности я говорил про белоруссию я говорю про лукашенко значит в связи с чем еще раз это просто анализ это просто информативно самое главное во всем этом деле что было ну во первых определенное количество лет которое ему исполняется вот насколько я знаю он родился насколько он родился 30 августа 1953 года то есть ему я хочу добавить 66 и 6 десятых лет почему три шестерчика об этом говори шла речь в прошлом году вот то есть 66 и 53 это сколько 19 да то есть 20 середина 20 года примерно до середина 20 года ну или конец 20 сейчас 21 год вот и о чем шла речь в разгар по всему миру это эпидемии пандемии как ее назвали и всех соответственно превентивных мер единственный человек в мире единственный человек в мире по сути дела у лукашенко который сказал что нет такой болезни он чем больной или как напрочь единственный человек президент республики страны но просто тогда президентами не становится просто так кто-то же его избирал на ручь и вы тот момент я не говорю про щас то есть была причина понимаете и вот когда он сказал что этого нету причем я я где-то даже слышал он сказал что ты не разносится не относится она есть но она не относится к разряду инфекционных поэтому если это не инфекционных кому нужно эти маски социальная дистанция хочешь носить на море ради бог каждого есть своя воля своя правда но в отличие от это очень многих да он устроил допустим да славянский базар в прошлом году где люди сидели вообще-то говоря в разгар все они сидели и без масок более того целовались там только так вот киркора в частности и а далее его хотели понятно свергнуть я сейчас еще раз повторяю я просто делаю анализ как что и почему то есть не хоть не хотят люди то есть есть конечно всякие факторы которые приводят к чему-то и конечно это вот тут пишет у нас непонятно что это непонятно откуда взявшийся товарищ вот написал фу ну фу для него это будет фу или фу поставьте этот самый дислайк и продолжай так считать но эта программа эта программа чего-то за это это все ерунда для меня это все мелочь абсолютно мелочь как бы она не было это часть определенной программы в которой мы все находимся и это нам очень четко указание как надо себя вести понимаете мы все слишком предметно и это все воспринимаем значит бразилии президент родившись за 21 числа ну короче 55 году он родился по-моему я не помню да он выступал против соответственно вот этого всего и осенью 21 года ему должно быть 66 60 лет очень интересный момент и точно так же он волчатся его не уничтожили но неважно имеет значения слова это не имеет значения то есть о чем-то это просто еще раз какие-то странное совпадение странное совпадение и допустим есть такой мультик интересный мультик под названием симпсон американцы где прямым текстом описывается события то есть мультик идет много лет и прямым текстом описывается события которые были но но через много лет описаны и там они осуществлялись вот и черный президент это все там описывается мультик каким образом это могло быть как кто мог это сделать получается что получается что есть люди которые считывают информацию это никакие не конспиративная теория это это ерунда это мы так сегодня называем но наверху есть информационный слой под названием акаши на санскрите это эфирный слой где хранится информация вот эта информация доступна некоторым людям не нашим людям не нам в трехмерном восприятии и которые пишут фу или которые ставят эти самые они не понимают этого вообще о чем идет речь им это непонятно они слышат это воспринимает это все очень и очень персонально поэтому это и происходит а вы мы все должны воспринимать это просто как информацию и не реагировать на нее в данную секунду отдумать а что за ней стоит вот мне повезло стал я научился это делать я не воспринимаю никакую информацию да или нет я верю не верю раз она есть значит она есть она сегодня применима она не применима из нее что-то можно сделать с этой информацией можно нет купите золото сказала я не покупаете золото сказала галина во вчерашней передаче я с ней согласен в принципе но каким-то образом золото подлетело вверх на какой-то период времени что дала мне возможность выйти из этого после чего она рухнула вниз эта информация которая можно сказать я не верю а можно взять ее принять во внимание и действовать любая информация она для чего-то дается любой человек появляющийся на горизонте на небоскоре он для чего-то нужен я кому-то нужен да кому-то вы друзья кому-то нужны своим каким-то оттуда вас просто не воспринимает но такое сегодня вот у нас так вот можете представить представить что есть ссылка где фараон эхнатон ты еще там каком-то 300 году хотел но я не знаю есть был фильм кстати польский фильм был каких-то там не знаю 6 конец 60-х года там и даже барбара бритская играла вот ну назывался он фараон обалдеть в то время в то время 60 конец 60 годов вот я смотрел этот фильм и тогда смотрел потом я нашел и он мне есть я потом еще раз посмотрел очень любопытно так вот король рамзес боролся но в то время так это показано он боролся против жреческого владычества то есть там были очень много моментов и он боролся вот этот фарон эхнатон ну их несколько он боролся против сатанизма то время задайте до 1400 год да но ему это не удалось и вот это эхнатон и нефер знаете да 30 нефертити да они являлись для вот этого фильма мультика симпсонов они являлись как раз таки прототипами то есть есть гениальные создатели какие-то фильмов или даже они и не предполагают но то что они создают ну вот аватар допустим джеймс камера фильм аватар который надел много шума а ведь чё там взять посмотреть спецэффекты в очках этих сидеть там 3d это было да вот у меня даже есть это 9 еще до сих пор диск в этом 3d очки тоже очень классно и там джунгли там все это но ведь смысл какой дерево уничтожение уничтожение планеты всей вы понимаете вы знаете где дерево находится дерево мы же привыкли что дерево растет где на земле корни на земле а все остальное крона наверху как вот можно себе представить вселенная дерево растет оттуда почему она растет оттуда то есть мы этом не видим мы не воспринимаем наши вторыммерным там зрением мы этого не можем воспринять у нас не 64 получать 4 измерения пространства и времени у нас три всего и мы не этого видеть не может категорически ну если дерево допустить оно растет там значит там находится корни а что находится там тогда в таком что он наверху находится бог находится наверху творец правильно поливать надо чего листики так мы на земле поливаем листики по сути дерево то там находится это наша природа это наша сущность возьми еще раз напиши фу для тебя это чего не понятно да может быть ну там это надо в конце концов каким-то образом я не говорю что допустим то что я говорю этой но и же вещи которые можно же анализировать то сказал что это не так почему мы все такие крутые и солнечные человек сон это сегодня солнечный человек сурья то откуда почему чем мы такие крутые центры вселенной пупы земли которые мы все знаем и все говорим хоть в одном пункте я говорю о том что я говорю что это так и по-другому быть нему кто-нибудь я разве слышал я даю только информацию приходит человек и говорит я точно знаю что-то так что ты мне рассказываешь он все знает почему он ученый понимаете он ученый но дальше что я тоже имею такой эту самую с кисточкой которую до мальчик ну дальше что носит а зачем понимаете то есть если мы будем вот так себя вести то разумеется мы дальше никуда не не пройдем и не продвинемся я хочу показать картинку кстати давайте покажу вот потому что там достаточно интересно это то что было прошлый раз вот эти картиночки да видите да то есть 7 печати правильно 7 труб 7 чар здесь написано а вот то что я остановился в прошлый раз и показывал вот это ладигага я говорю а вот это вот вавилонская блудница знаете а точно такая же то есть это о чем идет речь об изменениях очень серьезных изменений которые у нас могут быть изменения причем это начинается именно соединенных штатов то есть но кто хочет почитать сейчас я не буду вот библейский вот эти вот сейчас рассказывать она называется так по-русски так babylon хор в английской блудница короче короче говоря сейчас у нас идут очень и очень серьезные изменения о которых мы даже не знаем вот значит знаем ли мы что во время изменения власти то есть соединенных штатах были попытки скажем повлиять на это и китайские войска стояли на границе канады с соединенными штатами это удалось предотвратить иначе это было бы очень и очень серьезно там было очень много погибших я об этом даже но об этом никто не знает на самом деле об этом не говорятся но огромное количество людей погибло каким-то образом есть определенные коды и вот я говорил о том что значит скажем число 42 то еще такое число 42 то есть после трех шестерок после трех шестерок это число 42 второе по важности 456 а и вот мне потом прислали я даже это не знал или забыл я не помню короче говоря это девять лет 6666 месяцев и вот значит есть люди которые видят какие-то события которые будет проходить им дается то ли во сне то ли там какие-то виде видения да и вот мы приходим году которым мы сейчас находимся и это 21 22 год значит впервые скажем после окончания холодно вот мы говорили с Олегом Пивоваровым говорили я говорил так называемая холодная война ну не объявлен ну точнее не объявленная холодная война и так далее где-то там не было открытых противостояний допустим да но такой момент интересно сейчас у нас какие-то гибридные получаются какие-то войны такие да и вот первые первые противостояния после времен холодной войны было значит обстрел корабля в черном море военный корабль на вот и россия в принципе предупреждает ну необъявленные вещи о каких-то если вот британские военные корабли то есть это же нато да это не 5 и вот и предупреждает о том что вот могут применяться серьезные санкции иран допустим который всегда был где-то вокруг самого себя они стали двигаться другие регионы и уже стали появляться даже в потому что есть балтийское море то есть в принципе есть альянс особый альянс об этом упоминалось он называется по-английски 3si 3 то есть альянс нескольких государств балтийских государств то есть иранцы да они предполагается еще раз по некоторым ходом потому что 22 23 год они могут контролировать довольно серьезный серьезные территории мы же знаем да что сейчас происходит и вот нострадамов тот самый он примерно сколько это там 1600 это но короче говоря где-то 450 назад он в катренах зашифровал определенные но много количества тренда на 4 стихи зашифровал вот это вот будущее какие-то скажем войны и одну из главных ролей ведущих ролей во всем этом деле будет играть статьи иран то есть локальные войны кстати галина говорила они будут с локальными они не будут с какими-то очень и очень действительно серьезными где гибнуть огромное количество людей нет она не должно быть потому что вот этих локальных войнах она не будет какие-то такой удар как типа атлантида россию вся ушла нет такого не будет это не время а будет там 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 будет климатические какие-то там войны будут очаги каких-то будут какие-то изменения там цунами землетрясения там будут метеорит который должен упасть кстати юго юго-восток соединенных штатов подвержен несмотря на то ну я не говорю о том что скажем не в этом году короче говоря но есть прогнозы да они есть то есть разбежка есть потому что в свое время еще от горкиси говорил о затоплениях и так далее речь шла или майкл скелли он решила двухтысячном годе сейчас уже 21 год ну 20 лет уже прошло заблений как бы не было поэтому я в это не верю многие говорят а это ерунда уже говорил ничего этого не было но как вы расскажете тем людям которая за то которые то место затопили и их нет для них это осуществился вот это предсказание через 20 лет но они не поверили верно ну хорошо 20 лет разбежка не сбылось через 20 им легче от этого их нет а мы сидя сидя у себя дома вот или грея пузо где-нибудь там себе под солнышком до рассуждаем о том и как правильно как неправильно вот это плохо это неплохо это надо все в теории все теоретики сегодня дальше значит очень серьезные вообще-то говоря события происходят в китае в китае две дамбы разрушены одна главная дамба на пороге если это будет разрушена то это будет отражаться на очень многих вещах в частности на финансовых рынках без вопросов а финансовые рынки и вообще финансы как бы мы не хотели быть очень и очень самыми духовными людьми это неотъемлемая часть нашей жизни от этого зависит очень и очень много потому что это деньги и это деньги для нас это звон и мы люди многие ненавидят потому что они видят или добились они и так далее а мы вот здесь все бедные несчастные изменение будет происходить и закрытие бирж будут абсолютно без вариантов поэтому мы должны знать на каком этапе мы находимся на каком месте мы находимся для того чтобы не быть подвержены этим катаклизм так вот есть прогнозы о том что допустим китай с индии будет очень серьезно япония тайвань тайвань индия это серьезные враги китая далее есть данные о том что китай конкретно опубликовал представляете ну вот сроки когда он собирается внедряться скажем в тайвань дело в том что население китая в 60 раз больше чем население тайваня далее речь идет о филиппинах что идет почему филиппины филиппины сегодня один из вариантов новой эпидемии это и эти эпидемии это будет цикл этот цикл цепочка а мы сейчас видим свиньи маленькие вот этот вариант допустим который сегодня по всему миру вот это цветочки пищу это много людей до умирает но это все равно еще только цветочки потому что будут гораздо более серьезные и расскажите как это как это остановить какие сегодня вот мне вот мой приятель из нью-йорка сказал о том что сегодня все и вакцинированные не вакцинированные не вакцинированы должны ходить в масках а есть исследование удивительно да а вот я не против еще раз закон такой начинает законно соблюдать хотим или не хотим вопрос другой для чего это это вообще не вопрос для чего для чего это понятно для чего да но вопрос как нам в этом согласно не согласно не имеет значения как нам в этом жить потому что вот это все закрытие носа рта мы должны дышать да правильно и даже бактерии или вирусы бактерии они же есть бактерии не только плохие они же есть хорошие то есть что мы делаем мы просто закрываем доступ и это означает что мы дышим этими же нашими бактериями которые мы не можем дышать и но чисто логически рассуждать а почему мы тогда ну как мы можем вот так вот ходить но я знаю что есть люди которые вообще дышать не могут я допустим я не могу я не могу мне голова начинает болеть вот значит чем противогаза все должны ходить я никак не могу и я еще раз говорю это не против того чтобы это делать это нормально нормально в рамках еще раз закона мы не можем нарушать закон сколько угодно обоставайте но есть причина почему это закон вышел а он вышел потому что вот есть причина почему как говорится он вышел короче говоря очень много всего да значит 21 мая был специальный код 21 мая который был связан допустим с планетой нибиру или планета x как ее называют захария сичин кого не знает почитайте интересно вот то есть нибиру официального официальная такой как бы планеты нет нибиру то есть все об этом говорят как об астероиде но ведь если мы вспомним о том что был заключен договор между планетой этой планеты нибиру и землей на поставку золото потому что если допустим что это на поставку золото потому что золото на эту планету нибиру который был заключен очень-очень не в наше время потому что золото это единственное средство для поддержания атмосферы на планете и астероидом нет когда будет планета признана и возможно она уже есть неофициально признана считается короче говоря попадает на код 2021 год код попадает на это причем дата должна была быть дата должна была быть но эти даты то есть мы считаем что если вот на нас не что-то не упало и не объявили о том что вот было то это дата ничего там не произошло как мы это знаем что не произошло как мы знаем если погибло чуть не 100 тысяч человек на границе вот когда китай я говорил там граница канады что-то здесь есть такое чего мы не знаем да но и собственно это не теория заговоров не это вообще не интересует и если есть дальше как это нам знаем не знаю это же не имеет в принципе большого значения имеет значение многие другие вещи короче говоря было признано сейчас много признаются всяким там небесным телам ну и и новые кометы они будут называться то есть кометы назывались вообще-то говоря си 2014 то есть код 2014 2021 тоже год разумеется и вот сегодня они будут называться а допустим вот есть комета да которая называется си 2014 си 2014 юн 271 то есть уже была определена дата 20 10 2014 года и через два дня была признана татьяне через два дня а через шесть лет шесть и шестьдесят шесть сотых лет но вот до шесть лет и 66 до десятых этого года было открыто знаете что было открыто значит организация объединенных наций дальше число 27 это код для 2027 года и вот я хочу показать и на этом и наверное сегодня закончим да я хочу показать одну вещь которую просто раз не показали это вторая часть ну еще раз это имеет отношение западной астрологии что здесь показаны смотрите март 1347 года и март 2024 года то есть здесь показан стеллиум так называемый стеллиум стеллиум да это астрологически такой ну термин обозначающий наличие планет в одном из знаков а 4 до 12 планет в одном знаке то есть они практически идентично что было в 1347 году испан который уничтожило огромное количество людей 2024 год это определенный код в прошлом году в прошлый раз точнее последний вот этой программе в первой части речь шла о еврейском годе шмидта воде 5781 82 83 84 и с каждым годом это будет то есть это код еще раз это не просто там год почему-то вот у нас у нас же это формально это все это все как бы формально это все ерунда по сути дела но он имеет свой год господи григорианский календарь юлианский календарь вот восточные восточные это лунар лунные года короче говоря отчет идет по луне не поэтому сам поэтому 2005 тысяч разница такая большая правильно потому что под 8 с половиной дней да вот лунный месяц дописал короче говоря вот это 2024 год будет определенная конфигурация так называемый стеллиум и тут планируется очень не очень серьезные какие-то возможно возможно не то что даже планируется но но если мы видим о том что там то можем предположить что возможно это произойдет это никто не говорит это не написано но такая вероятность короче говоря есть и вот эти коды они действительно очень и очень серьезные падают параметры планеты не беру они совсем другие поскольку другие короче говоря точно даже как другое восприятие нами той планеты на которой мы все живем а именно земли об этом мы говорили нет таких диаметров радиуса длина окружности это полная полная чушь и речь идет о миллиардах миль они 6400 километров ради земли или диаметр или 12800 или длина окружности вообще полная чепуха потому что это не та земля которую мы видим в нашем трехмерном взгляде будет открытый совсем скоро будет открытый моря и океан дорогие друзья я благодарю всех тоже нет не быстро это было но это тоже не последняя программа мы продолжим третью часть там много материала все доброго